Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Все пострадавшие доставлены в две близлежащие больницы Есть сведения, что под деформированными конструкциями состава все еще находятся люди На месте крушения продолжаются поисково-спасательные работы С рельсов сошли тепловоз и семь вагонов Причина катастрофы пока неизвестна В компании «Индийские железные дороги» не исключают версию саботажа Мы видим, что пути повреждены в двух местах Оба рельса сразу после рамного рельса, по которому движутся колеса, порезаны Это в настоящее время исследует наша экспертная группа Аварии поездов в Индии происходят довольно часто Железнодорожная сеть страны находится не в лучшем состоянии Несколько месяцев назад уже был подобный инцидент Тогда погибли 150 человек, более 200 пострадали На американский штат Миссисипи обрушился мощный торнадо Стихия разгулялась ночью и застала местных жителей врасплох Четыре человека погибли В городе Хеттисбург в результате шторма половина домов остались без крыш Повреждены линии электропередачи, а также некоторые участки газопровода На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб Спасатели ведут поисковые операции Под завалами могут находиться люди В Могилевской области оперативники обнаружили склад боеприпасов на дому Житель Чаусского района незаконно хранил у себя огнестрельное оружие Патроны и взрывчатку времен Великой Отечественной войны При обыске у него нашли винтовку Мосина Ружье 32-го калибра, патроны и 400 граммов тротила Позже экспертиза установила, что все это в боевом состоянии Хозяин арсенала признался, что это находки с мест сражений А он их отреставрировал Заведено уголовное дело По закону мужчине может грозить лишение свободы до 7 лет Данный гражданин уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот оружия и боеприпасов С его слов, раскопками на территории Чаусского района он занимается с самого детства Называет это своим хобби В настоящий момент, хочу сказать, проблема с черными копателями остается актуальной К слову, в Чаусском районе следы черных копателей обнаруживают регулярно В этих местах перед освобождением Беларуси проходила линия фронта Память об этом до сих пор хранит пропитанная кровью земля В Брестской области планируется создать более 6 тысяч новых рабочих мест Такие планы на этот год озвучили в обл.исполкоме Приоритет будет удано развитию производства, использующих местное сырье Получит поддержку и предпринимательская инициатива На льготные кредиты могут рассчитывать предприятия, продукция которых уникальна для Беларуси и востребована за рубежом К слову, в прошлом году Брестская область открыла рынки 10 новых стран в разных уголках планеты Растет экспорт и в сопредельное государство В Польше много своих деревообрабатывающих предприятий Но мы туда значительно сегодня увеличили и поставляем продукции с ИВЦ-древ Почему? Потому что мы не просто поставляем сырье, а мы уже стараемся и поставили на линии для того, чтобы заготовку делать В нынешнем году особое внимание в регионе уделят системе распределения земельных участков Прежде всего, они должны использоваться рационально Продолжится практика вовлечения в хозяйственный оборот пустующих и неиспользуемых зданий Представители восьми стран принимают участие в открытом чемпионате Беларуси по спортивному зимнему плаванию Профессионалы уже идут на рекорду в ледяной воде Комсомольского озера В соревнованиях заявлены участники в 13 возрастных категориях Самым младшим еще не исполнилось 15 лет, а есть и настоящие старожилы Закаливание – это здоровье в первую очередь Когда начал плавать лет 5, никаких простудных заболеваний не стало Все хорошо, весело и бодро Холодная вода – это здорово Если в прошлом году спортсменам хватило двух дорожек, то в этот раз их количество удвоили Среди участников чемпионата не только профессионалы Специально для начинающих прорубь поменьше А вот под полоском в пятый раз прошел банный чемпионат Победителям сражения в парилке выбирали того, кто дольше всех продержится в ней В соревновании моржей соответственно того, чей организм как можно дольше выдержит минус Впрочем, выигрыши оказались все, ведь в здоровом теле – здоровый дух В Могилевском зоосаде появился добрый лось Нового жителя привезли из Березинского заповедника и дали такое ласковое имя Сахатаму всего 8 месяцев Ему выделили отдельный вольер На площади в полгектара разместились зимний дом, летняя веранда и столовая Добрый, или, как его еще нежно называют, добруша, получает специальный рацион В кормушке овес, комбикорм, соль и побеги сосны Не отказывается лосенок и от хлеба, который приносят ему посетители зоосада При всей природной агрессивности лосей он добрый И в этой связи это настолько уместно к нашему времени Хочется так, чтобы везде была доброта А он общается с людьми, будет общаться с сотнями, с тысячами людей И, поверьте, от него какие-то флюиды доброты будут исходить А это будет передаваться людям Скоро около вольера повесят табличку с именем Добрый Пока лосенок адаптируется к новым условиям, ему уже подыскивают пару На этом у меня пока все Больше новостей найдете по адресу в интернете ctv.by Репортажи и эфир на видео в любое время доступны на YouTube-канале СТВ О развитии событий расскажем в 16.30 До встречи!